Нет, соусом конечно очень вкусно. А с широм не вкусно, да, Тима? С широм все вкусно. Привет, я Иван, это Антон. Мы опять готовим. И сегодня у нас... Сегодня у нас будет достаточно дешевый рецепт, потому что все требовали исключить дорогие продукты и будем готовить пельмени. Пельмени некоторым особым образом, когда ты хочешь придать некий шарм своим посиделкам на кухне с друзьями, вот этот рецепт замечательно подойдет, потому что он делается быстро и достаточно дешево. Ну да, у нас типа на песухах миллион рецептов разных был. Это будет один из них, да? Один из них, я такого кстати не помню, чтобы вот это все было сочеталось. Нет, могу себе представить, но... Сейчас все будет, короче. Понадобится, конечно, немного пельменей, где-то полкило, пол-литра или 700 грамм молока, немного масла, мука, сыр, ветчина, соль, перец и чуть-чуть мускатного ореха. Ну, в общем, это достаточно традиционный рецепт, его называют пельмени по-сибирски, как-то еще, неважно как, он будет у меня сегодня под соусом бешамель, но можно приготовить его со сметаной. Отлично будет со сливками, чуть-чуть разбавить их водой. Чтоб пожирнее. Ну, жирность будет та же, потому что просто добавишь воды, молоко оно менее жирное, поэтому его можно больше добавить, а в целом можно использовать и сливки, и сметану. Че, погнали? Погнали. Так, ну раз все просто, тогда ты сегодня у нас за старшего, ты будешь резать и тереть сыр. Точнее, резать ветчину и тереть сыр. А я пока займусь соусом. Ну, если что, я не виноват. На крупный? Весь? Половинечку. Ну, я возьму граммчиков 15 масла, можно 10 на такую порцию, и отправлю утопиться. Возьму муки поменьше, чем обычно, где-то пол столовой ложки, может быть, чуть больше. Теперь помешивая, доведу муку до слегка золотистого цвета и приятного орехового запаха. Ну, секунд 20 прошло, приятно запахло орехом, и я тонкой струей буду вливать молоко. Здесь молока нужно больше, потому что этот соус будет еще готовиться дальше и выпариваться. Соответственно, сильно перемешивая, я вливаю все наше молоко. Так, ну, когда мука размешалась, я немного приправлю соус с солью, прям чуть-чуть, пол чайной ложки, немного перца. И патрум мускатного ореха. На этом этапе уже его можно выключать. Ну, где-то треть орешка получилась. Соус готов. Отставляем его, и теперь остается только собрать. Пока соус остывает, в него я обычно закидываю прям ветчину. Давай, Иван мне поможет. Ну, смотри. Желательно без сыра. Давай так, чтобы не вся кухня была ухаканная. Достаточно хорошая. Теперь остается собрать блюдо. У меня есть такая форма для запекания. Я сразу включу в свою духовку. На сколько? Опять на максимум. Такое есть, он у всех разный. А сколько он у тебя дает? Две сотни? В районе 200, да, чуть повыше там. Это сейчас, это не очень важно. От этого зависит только длительность приготовления. Пельмени. Прям видишь, они хрустящие, с пивком хорошо. Будешь? Короче, прям сюда сыплю. Ну, конечно, надо стараться, чтобы они были одним слоем. Ну, разровняешь. Так будет лучше. То есть, ну, в такую емкость не надо 2 килограмма сыпать, да? Ну, они же сыпать почти, почти. Там пара лишних просто, и все. Это не лишние, это бракованные. Это запасные. Все, запасные, да. Теперь я прям горячим соусом заливаю. Или менее. Распределяю при этом ветчину более-менее ровную. И вот, смотри, они у меня должны быть покрыты. Ну, мне нравится, когда чуть-чуть верхушки торчат. Они очень вкусно запекаются. Вот у меня сейчас явно мало, я просто возьму молока холодного. Или можно воды кипяченой, не кипяченой. Это и все сливки. Ну, да. Ну, так вот я долью еще чуть-чуть. Ну, как раз все ушло. Да, да. 0,7. 0,7. 0,7. Все, вот они торчат. Соль есть. Перец есть. Мускатный орех есть. Сыра нет. Сыра нет. Ну, и сыр сверху. Ну, и в разогретую духовку до готовности. Здесь время, ну, 15-20 минут, наверное. Точно. 25. А мы это увидим по... Ну, я покажу потом, как это надо увидеть. По румяной пельмешке? Да, по румяной пельмешке. Ну, я думаю, что это вполне можно употреблять. Я бы это, конечно, порезал бы. А пельмешки не развалятся? Так, в этом есть и прикол. Как пиццу, знаешь? Знаю, видел. Я думаю, что в таком формате есть логика есть это прям отсюда. Если хочешь сделать более красиво, ну, за пикетом, в горшочке, в каких-то порционных вещах. А, вы вот при готовке в горшочке. Но не пельмени. Давай, пробуй. Надо отсюда с соусом прям. С соусом, да. Нет, с соусом, конечно, очень вкусно. А с сиром не вкусно, да, Тима? С сиром все вкусно. Дешевое ладанья. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Оставляйте комментарии. И делитесь видео со своими друзьями. Пожалуйста.